Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такие вот красивые галактические яйца к Пасхе и для этого нам понадобится В первую очередь подготавливаем краску для яиц, разводим ее и делаем все по инструкции Я сначала засыпаю в стаканчике, это все развожу кипятком и также буду добавлять туда 1 столовую ложку уксуса Хорошо размешиваем, чтобы краска была максимально эффективной Также наливаем в какую-то небольшую емкость отдельно уксус, макаем яйцо в уксус и теперь начинаем яйцо обворачивать в туалетную бумагу или бумажное полотенце Здесь не имеет никакого значения, хорошо обворачиваем для того, чтобы нигде яйцо у нас не проглядывалось, чтобы оно было хорошо защищено Теперь начинается вся магия, мы по очереди будем выливать краску и каждый раз нужно хорошо прижимать, чтобы краска передалась на скорлупу, а не осталось просто в бумаге Выливаем абсолютно хаотично, как вам нравится, смотрите, что у вас получается, какой цвет вы бы хотели добавить и в зависимости от этого уже и продолжайте Единственный совет, желтая краска она наименее яркая, поэтому я поняла для себя, что я ее люблю использовать, разбавляя цвета или немножко добавляя ее в какие-то небольшие части А в основном люблю использовать более яркие цвета, так дизайн получается более насыщенным Но по большому счету, какую бы последовательность краски вы не выбрали, все равно получится красиво Убедитесь, что у вас ни единого места нет голого, все должно быть очень хорошо пропитано этой краской Отставляем яйцо в стороночку и абсолютно то же самое будем проделывать и с остальными яйцами Каждый раз старайтесь делать новые дизайны, потом в итоге вы поймете, какой вам нравится больше всего Теперь все наши яички выкладываем на какую-то ровную поверхность И оставляем так минут на 5-10, чтобы краска въелась После этого разворачиваем их, смазываем подсолнечным маслом, выкладываем на тарелку И у нас получаются такие очень красивые, нежные и интересные яйца Первое, что хочу вам показать, это сумка от Michael Kors На нее я засматривалась уже очень долго, это Selma Medium По сути, это, конечно, очень удобно, потому что вы берете один оттенок именно в вашем тоне А второй оттенок в точно такой же текстуре, но какой-то холодный-темный